Всем привет, с вами канал VarioMeter.ru и я Сергей Костромитин. Сегодняшнее видео будет состоять из двух частей. В первой части мы рассмотрим, как спланировать маршрут по карте с помощью телефона или с помощью компьютера, а потом это легко и быстро перебросить в прибор Flymaster серии C, NAV C, Live C или Flymaster Live DS. Сейчас это можно делать очень просто. Вторая часть видео будет посвящена обновлению в приложении Flymaster Link, по результатам которых мы можем легко и быстро менять настройки в приборе, используя для этого приложения. Итак, начинаем. Вот мы находимся на странице Google. Ищет такое приложение FlyXe App. Вот оно есть. Загружаем его. Вот мы в районе Алматы. Сейчас берем и задаем данные Xe Plane. У нас появилась вот такая, такой отрезок. Важно посмотреть, какая правая точка, тут передняя, первая. Поэтому мы ее берем и выставляем на старт. Так вот. Установили на старт на Ушканер. Вторую точку давайте поведем куда-нибудь в сторону финиша. Имеем какие-нибудь промежуточные точки. Давайте вот как-нибудь. Вот так промежуточная точка. Вот так промежуточная точка. Вот так. Это у нас финишная точка. Куда мы полетим-то? А, ну давайте сюда и полетим. Промежуточная перенесем. Сюда. Вот такой типа маршрут у нас получилось. И теперь наша задача это все отправить в прибор. Как мы это сделаем? Заходим сюда. Есть здесь. Меню называется Xe. Делимся. И у нас получается QR-код. Нажимаем на него. Держим. Здесь внизу поделиться изображением. И Flymaster Link. Эмблемка. Если вы не делились раньше, будет другая. Но откройте с помощью Flymaster Link. Вот он предлагает. Save Task. Сохраняем Task. Смотрим. Вот он наш. То, что мы набили. Этот Task. И тут же заходим в меню. И послать этот Task на прибор Flymaster. Вот выбранный Flymaster подключенный. Все. Task в приборе. Вы легко спланировали полет. И этот Task потом передали в прибор. Сейчас то же самое мы проделаем на компьютере. Итак. Тоже на компьютере запускаем FlyXe Application. Вот оно в таком виде выглядит на компьютере. Здесь я для примера навелся на BIR. Вот. BIR. Книги. Делаем. Выбираем Xe Plane. Планировка маршрута. Он нам накидал точки. Ставим где-то в районе BIR. Так. BIR у нас. Старт. Ставим на старте точку. Какой-нибудь там. Давайте конечная точка. У нас будет посадка. Все так же. А промежуточные точки нагоняем куда-нибудь. Например, куда-нибудь. Сюда. Следующую промежуточную точку. Сейчас мы ее поставим. Вон. Заполам бурчить. Так. Теперь точку. Train Station для примера. У нас задача просто показать. Ну вот сюда. Будет часто на антенну. Полет в этот безделье. Вот. У вас есть маршрут. Подходим сюда к меню. Нажимаем поделиться. Здесь у нас выводит QR-код, который, как раньше я объяснял, запускаем приложение. Заходим в таски. Сканировать таск. Наводим. Сканируется. Сохранить таск. Вот он, этот таск. И отправляем его на прибор. Он спрашивает. На этот прибор отправить? Да, на него. Все. Вот у вас таск в приборе. Так. Запускаем приложение. После того, как запустили. Подсоединяем. Прибор наш должен быть включен. Заходим. Какие у нас подключены приборы. Заходим в Settings. Сейчас телефон считывает данные из прибора. И мы видим те параметры, которые мы можем настроить, поменять. Для начала раздел Время. Здесь мы можем установить время осреднителя вариометра. Время интеграции. Вот сейчас стоит 10 секунд. Интервал записи в трек. То есть с какой частотой точка ставится при записи трека. Здесь каждую секунду стоит 1 секунду. И время сдвига по отношению к времени UTS. Здесь стоит сейчас по умолчанию время. Такое как UTS без сдвига. Например, для Москвы надо поставить плюс 3. Дальше. Следующее. Вариоакустик. Здесь стандартные настройки для вариометра. То есть 10 Гц. Это изменение тональности звука с изменением скороподъемности. Базовая частота 700 Гц. Это частота, с которой начинает пищать при попадании в восходящий поток. Срабатывание сигнала о повышенном снижении. При минус 2 срабатывает. Срабатывание сигнала на подъем при 1 метре в секунду. Тревога о падении при снижении 25 метров в секунду или больше. Фильтр 6. Это фильтр вариометра. Чем больше число, тем он более грубый. Но зато меньше паразитных влияний. Бузер. Это функция так называемого предпотока. По умолчанию 3. Тот, кто с лаймастером был связан, знает, что такое бузер. Кривая, по которой изменяется тональность звука. И автосайлент в данном случае включена. Снова смахиваем вниз. Следующее. Звуковые сигналы и тревоги. Первый из них это сигнал ограничения высоты. Но у меня не стоит, поэтому 0. Следующее у нас. Voice Gender. Это голос женский или мужской. В данном случае выбран женский. Speed Start. Это звуковое сопровождение, когда скорость, с которой вы идете к открытию стартового цилиндра, сравнивается с 40 км в час. У вас происходит звуковой сигнал. То есть вас предупреждает, что вы уже можете идти в сторону старта. И прибудете к нему, если будете с этой скоростью идти ровно в момент его открытия. Голосовое оповещение об открытии старта. Оно включено. Есть голосовое, есть отключить, просто сигнал или оба вместе. Вот стоит голосовое. Возможность достижения гола. Звуковое сопровождение достижим. Здесь то же самое. Либо отключить, либо только звуковой сигнал, либо и звуковой сигнал и голос. Airspace Alarm отключен. Это приближение к запретной воздушной зоне. И то же самое про взятие поворотной точки. Звуковой сигнал, либо голос, либо оба. Либо отключено. Так, следующая у нас карта. Здесь у нас Thermal Zoom. Это тот уровень масштаба, который у нас выставляется в случае входа в термик. Но при этом у нас должна быть включена функция Auto Zoom. Она как раз тут включена. Это значит, что когда мы используем карту при работе в термиках и входим в термик, у нас Zoom выставляется в данном случае на 16 разряд. Track Up это то, что карта развернута вверх дисплея, всегда развернута туда, на карте, куда мы движемся. Trace Enable Size, в данном случае 2. Это длина трека, которая отображается на карте. То есть в данном случае 2 это означает, что на карте отображается трек за последние 2 минуты полета. Если мы выберем 5, попробуем. Он нам напишет, что это значение невозможно. Надо выбирать от 0 до 3. То есть 0 трек не отображается. 3 это максимальное количество минут, за которые отображается трек. Вот 3, допустим, раз он нам принял. Hide Place Name. Грубо говоря, прятать имена на карте, которая отображается. Или отображать имена мест, которые находятся на карте. То есть название там поселка, флоровок и прочее. Отображать их на карте. Или же вам не надо их отображать, чтобы они вам не засоряли карту. Цвет стрелки. Можно выбрать цвет стрелки, который вам будет указывать. Но в данном случае она красная. Расположение экрана Disable Trigger не включено. Значит, триггера работают. Значит, при входе в термик вы автоматически переключитесь на ту страницу, которая у вас имеет триггер термик. При выходе из термика автоматически переключитесь на страницу перехода. Ориентация. Portail вертикальная. Landscape горизонтальная. Единицы измерения и язык. Здесь можно выбрать язык. Есть и русский. Пока он не полный, но русский тоже есть измерение. Дистанция в километрах, скороподъемность в метрах в секунду, высота в метрах. Координаты точки в градусах, доля градусов, температура в цельсиях. Ну, вот температура, видите, в цельсии фаренгейт и выбор. То, как вы можете использовать UTM и разновидности градусов. Следующее, Device Setting. Здесь можно набить имя пилоту, что гораздо удобнее, чем на кнопках прибора здесь его набить. Landing on, off. Это автоматическое выключение прибора после того, как он определит, что вы сели. Можно это включить на автоматическое выключение прибора. Либо можно, чтобы прибор переходил в режим отправки сообщения Report Back. Modem, GSM Modem, сейчас включен. Давайте выключим его. Navigation System. Размер поворотной точки по умолчанию. Когда вы вводите таск по умолчанию 400 метров, 0,4 километра. Потом при редактировании этой точки в таске можете менять Start Speed и данные. Либо сфера FI, либо VGS 84. Можно еще включить FI Competition. Это тоже есть такой режим для соревнований. И последний Airspace Setting. Это установки, связанные с воздушными зонами. То есть расстояние при приближении к воздушным зонам, когда будет включена тревога. Но вот я выключил оповещение тревогой при приближении к воздушной зонам, чтобы этого не было. Ну и прочее. В принципе, это не так важно уже нам. Так, все. Вот такие у нас установки. Давайте мы что-то меняли. Вроде бы мат меняли. Давайте вот тут поставим у нас. 3. Окей. Смахиваем. И у нас появляется синхронизация. То есть вот мы нажимаем синхронизовать. Синхронизовать установки. И сейчас эти новые установки сохранятся на прибор. Он говорит, что некоторые изменения требуют перезагрузку прибора. Хотите применить это сейчас? Да. И вот у меня как раз тут прибор рядом. Он после этого перегружается. В принципе, можем сейчас посмотреть. Прибор перегрузился. Считается сейчас данные с него. Мы меняли мэпс. Вот троечка. Троечка. Мы ставили. Как раз на эту троечку мы и меняли. Все сохранилось. Сегодня мы поработали с приложением Flymaster Link, которое облегчает работу с приборами серии C. Вот пример. Прибор Flymaster Live C. Другой Flymaster Nav C. А также с прибором Live DS. Подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok